Доброго времени суток, уважаемые зрители! Выходим из затянувшейся информационной паузы, и сегодня коснемся второй части мартовского обновления в New World, а также некоторое время уделю теме дальнейшего добавления медиа-контента на нашем канале. Говоря про вторую часть патча, можно отметить всего парочку деталей, которые заслуживают хоть какого-то внимания. Потому как само обновление очень маленькое, коротенькое и наиболее значимыми является добавление статуса регенерации вне боя. То есть, как вы помните, в первой части обновления был введен новый режим, который отслеживает, находится ваш персонаж в бою или вне боя. Ранее это влияло лишь на перераспределение очков, вложенных в ту или иную ветку умений, а теперь это позволит в ускоренном темпе восстанавливать хп и ману, если вы не сражаетесь. Дополнительно упростили возможность регистрации на Outpost Rush. Теперь это можно сделать из любой точки мира, просто нажав Escape и выбрав соответствующую вкладку. Наиболее существенным изменением является изменение числа участников на территориальных войнах. Так оно было снижено до противостояния 40 игроков против 40 соответственно. Это должно снизить нагрузку на среднестатистического игрока и уменьшить число проблем, которые ранее возникали в этой активности. Помимо этого, награды за ежедневные миссии у фракционного лидера были увеличены в 5 раз. Если учесть, что до этого был множитель только лишь на золото, то теперь, по всей видимости, это будет распространяться еще и на фракционную валюту. А значит, даже не пвп-квесты будут иметь смысл. Также любопытным является добавление небольшого шанса для дропа ключа от арены. Теперь с элиток эти самые ключи от арены будут выпадать с небольшой долей вероятности. В общем-то, этим перечнем и ограничиваются основные изменения второй части мартовского обновления для ПТР. Однако, помимо этого, внимание стоит уделить и основной версии игры, потому как для нее были добавлены новые твич-дропсы. И все желающие могут получить себе вот такие вот светящиеся фиолетовые глазки. Для этого достаточно всего лишь 2 часа пробыть на канале одного из твич-стримеров, у которого подключены эти самые твич-дропсы. Что же касается дальнейшего появления медиа-контента на канале, то здесь все достаточно прозаично и просто. Поскольку дефицит свободного времени не позволит мне, как прежде, писать обширные сценарии, тратить много времени на монтаж и все в этом духе, я планирую записать несколько вступительных роликов для тех игр, которые в дальнейшем планирую стримить. Соответственно, на канале продолжат выходить информационные ролики по Нью-Волду, но основной пласт контента будет посвящен другим дисциплинам. В основном я буду ностальгировать по каким-то стареньким играм, по типу Вархаммера 40 тысяч Даун оф Вор, или же Космические Рейнджеры, Герои Меча и Магии, ну и так далее. В общем-то это все, что я хотел на текущий момент вам сообщить. Благодарю всех тех, кто остается с нами, несмотря ни на что. Уверен, что мы рано или поздно прорвемся и сможем наслаждаться каким-то качественным контентом. А на этом на сегодня откланиваюсь. И не прощаюсь с вами. Говорю, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok